Коллеги, всем привет! Ох, как слышно! Герои, которые добрались, несмотря на нашу погоду. Так, ну давайте сначала познакомимся. У нас собрались разные люди, мне хочется знать, кто вы. Давайте по test-driven development. Вот видите, здесь 1, 2, 3, 4, 5. Давайте начнем с единички, применяя регулярно. Поднимите, пожалуйста, руки. Так, ну процентов, наверное, 5. Когда-то пробовал. Ага, процентов 20, 15. Пытался, но не зашло. Так, ну другие люди, это хорошо. Так, процентов 10, наверное. И только-только слышал. Половина примерно. Ира, вообще, что это такое, ни в теме, ни в курсе. Тоже есть такие. Ладно. А теперь, кто мы, кто вы? Разработчики поединички, поднимите руки. Кто считает себя разработчиком? Большинство. Так, кто из менеджеров? Тоже есть. Кьюэй. Кьюэй тоже очень много, классно. Адварь, я не знаю, зачем я это написал. Есть ли кто-нибудь, кто не входит в три предыдущей категории? Тоже есть, хорошо. Так, и по языкам. Это последний вопрос, больше не будет. Давайте, питонщики, пожалуйста. Так, ну процентов 40, наверное. Можно понимать несколько раз, если вы владеете несколькими. Джава-скрипт. Так, процентов 15. Джава. Процентов 20. Си-шарп. Процентов 10, наверное. На шел. Кто на шелле? Все пишут на шелле? Нет, не все. Тоже процентов 10. А другие, у кого, кто ни разу не поднимал руки? Ага. Ну, немножко. Ладно, на самом деле не важно, какой язык. Я просто хотел знать такое общее разбиение. Так, ну давайте разберемся, да, что такое TDD, откуда он взялся. И вообще, что это такое, как это работает. Вот есть такой мужик, Кент Бек. Примерно в 2000 году, там источники разные, даты пишут. Ну, где-то в этом районе он изобрел test-driven development. Ну, или некоторые пишут, что он типа переизобрел, потому что это было когда-то раньше использовалось. Я этого не знаю, но сейчас признается, что он автор этой технологии, этой техники. Вот. Он занимался экстремальным программированием. И вот разработка через тестирование, это входило как одна из частей этого экстремального программирования. Да, и он автор G-Unit. То есть, самого первого, ну, такого, самого известного тестинг-фреймворка. Теперь просто вот весь этот процесс, он очень простой. Я не знаю, почему здесь нужно собирать метапы на этот счет. Он очень-очень простой. И, в принципе, ну, когда с этим познакомишься, то кажется, что все очень логично и понятно. У нас есть некоторые требования к программному обеспечению. И нам нужно их как-то удовлетворить. То есть, берем одно требование и сначала пишем тест, который будет тестировать его, как оно работает. Казалось бы, это нелогично. Действительно нелогично, тест не сработает. И так и должно быть. Более того, нам надо удостовериться, что этот тест, который мы написали, он не проходит. Потому что, если он прошел, то значит, мы что-то написали. А функциональности еще нет. Значит, мы где-то ошиблись. Скорее всего, в тесте. Значит, что-то не то тестирует. После того, как мы этот тест написали, мы делаем минимальное, видите, тут подчеркнуто, выделено, да, минимальное изменение кода такое, чтобы этот тест проходил. Тест зелененьким становится. И, кстати, я здесь не написал, что на самом деле надо прогонять все тесты. То есть, после вот этого минимального изменения, так, чтобы заработал наш новонаписанный тест, ранее написанный тест, их тоже надо запустить и удостовериться, что они успешно выполняются. А дальше уже можно что-то улучшать. Можно как-то там код поправить, подвигать, задокументировать. Если вы уже уверены, что это финальное, близко к финалу его внешний вид. И все повторяется заново. То есть, вот такой простой набор, процесс, в котором многие спотыкаются на самом деле, потому что многие пробовали и не пошло. И вот два основных метода, которые я выделяю в этом процессе. То есть, вот первый – это то, что я описал. То есть, есть некие requirements. Мы берем первый пункт из них и реализуем через test-driven development, как было описано. Это близко к behavior-driven development, который чуть позже тоже мы затронем, но так очень поверхностно. То есть, здесь все понятно. Сверху идем от requirements. И есть метод снизу вверх. Его тоже иногда полезно применять. Этот вот сверху вниз он близок к functional тесту, а снизу вверх – это близко, не тождественно, но очень близко к unit test. Снизу вверх мы выбираем некоторую функцию, которую мы хотим реализовать и быть уверены в том, что она работает так, как нужно. мы реализуем, а также пишем тесты, разрабатываем, в общем, тестируем. И в дальнейшем мы просто ей пользуемся. Мы знаем, что она уже отлажена, что она рабочая, соответствует ожиданиям, и мы ее просто используем. Вот этот метод снизу вверх, он тоже иногда очень полезен, когда, например, нет четких requirements, но нам надо что-то как-то двигаться. Или, ну, разберем чуть позже. Очень-очень важный момент по поводу найденных багов. То есть, ну, вот код работает и каким-то образом находится баг в нем. То есть, или QA, или пользователи нашли. И как в этом случае нам нужно с ним поступать? Первонаперво, у нас все тесты зеленые, а баг есть. Значит, мы что-то не дотестировали. Поэтому принцип такой, мы его сначала спишем тест, который будет красным, потому что у нас этот баг присутствует в коде. Потом мы исправляем код, убеждаемся, что тест теперь проходит, что все остальные тесты тоже проходят, и после этого мы закрываем баг навсегда. Потому что если в дальнейшем он снова вылезет по какой-то причине, он вылезет, у нас есть тест, который его отловит, и он не повторится. Это очень важная методика. Она в другом процессе просто происходит. А теперь я предлагаю очень быстренько в деле, как я собственно это делаю, в таком немножко демонстрационном варианте, конечно же, мы сделаем, ну кое-что попишем. Писать будем бэкэнд вот к такому сайту. Есть отуду МВС. Кто знает? В общем, не важно, кто знает, потому что есть люди, которые не знают. Значит, это такой примеры реализации простого интерфейса, то есть там это чек-листы с помощью разных фронт-энд фреймворков. То есть когда вы выбираете писать на React, Angular или на Vue, или еще на каком-нибудь там их больше десяти, то вы просто заходите на этот сайт, смотрите, знакомитесь, читаете, как это все выглядит, и уже на основании этого можно более конкретно выбрать. Но нас это не волнует на самом деле, потому что мы будем писать к этому сайту бэкэнд. Там бэкэнда нету, они там используют внутренний сторож самого браузера, а мы вот к такому простому моменту напишем для них бэкэнд. Мы это делали в рамках наших, ну вот у нас в компании обучающий курс есть по питону, и мы вот в рамках одного из этих сессий делали вот такую штуку. Мы чуть больше там делали, мы проверяли ее прямо в самом бэкэнде, здесь мы этого делать не будем. Вот, так, ну давайте посмотрим. У нас вот такие типа требования есть, да, то есть мы пишем restful backend, который отрабатывает тем требованием, которые есть для этого фронта. Ну давайте на него посмотрим просто, как он выглядит. То есть не знаю, вот какой-нибудь там, вот, бэкбон выберем. рост, секонд и так далее, да, и там можно чекать, чекать, что там, клир, удалять и так далее. Вот, мы напишем бэкэнд, который должен к этому быть пристроен. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать вот этот get, slash collection, который будет возвращать список этих элементов. Нам нужно сделать get, который с добавочкой, когда добавляется id, соответственно, должен возвращаться один элемент. сделать put для того, чтобы create. Ну, дальше мы не пойдем. Put и delete мы не будем делать, потому что там все точно так же. Нам важно с вами понять процесс, как это все работает вживую. Вот, значит, поскольку мы прошли слайд, а внедрение будет чуть позже, я уже выбрал здесь архитектуру, выбрал технологический стэк, который мы будем использовать, ну если можно так сказать. и я могу обосновать почему. То есть это важный момент, это нужно делать до того, как вы начинаете что-то тест-driven development. Значит, я буду использовать Python, я буду использовать Flask, это как раз-таки фронтенд, очень легковесный для бэкэнда, фреймворк, простите. Вот, а для тестов мы будем использовать PyTest. Я их оба выбрал, потому что они очень компактные, точнее, с помощью, на них можно очень компактно написать вещи, а нам важно, чтобы это все умещалось желательно вот на этих экранах. Итак, что у нас есть? У нас есть вот некоторая заготовка, которую, ну, в принципе, я мог бы не писать, но в общем она есть у нас. У нас есть некий application, который создается, и нам надо начать, собственно, разработку методом test-driven development. Ну, с чего бы я начал? Давайте напишем тест того, что у нас, в принципе, эта application работает. Так, значит, в этом фреймворке, во Flask есть специальные методы для тестирования. То есть нам не надо будет запускать сервер, отправлять на него запросы, там сделано, ну, специальное тестирование разработано. И, в принципе, во всех фреймворках это тоже, конечно же, есть. Вот, поэтому мы сейчас быстренько сделаем фикстуру для него. Я расскажу, что это такое. Вот, фикстура – это некий объект, который в дальнейшем тесты смогут использовать. То есть это такая заготовка для дальнейших тестов. Значит, как там это делать? Там делается from todo MVC import app. Вот этот app, да, который у нас есть, мы его импортируем и возвращаем app.testclient. Вот он. Все, после этого мы можем этим клиентом пользоваться. То есть это, ну, грубо говоря, наш браузер, с которым мы будем делать запросы. Давайте напишем первый тест. Тест. Так, что у нас там было в рекламентах? Вот, я предлагаю сначала начать. А давайте с поста начнем. Нам нужно сохранять, создавать некий элемент. Тест. Create. Element. Так, и мы передаем этот клиент. То есть client у нас… Вот в девятой строчке, в скобочках указан client, это вот как раз через эту фикстуру нам вернется объект для тестов, для запуска, дергания этих endpoints нашего сервера. Так, что мы будем делать? Мы делаем, получим респонс от него. Так, client. А, пост, да, у нас там. Пост. И некие данные надо передать будет. Я не помню, как там конкретно, но там у них есть, понятно, делать текст к этому item. Неважно, для нашего случая. То есть вот он first item. И вот мы его вызовем. И дальше, что мы от него ожидаем? Мы ожидаем, что response status code будет равно 200. Ну и в принципе, наверное, на этом достаточно. Давайте это потестим. Так, тест зафейлился. Так, и что-то он зафейлился на чем-то совершенно-совершенно другом. Attribute error. А в каком месте он зафейлился? Вот здесь. А, ну правильно, я неправильно аргументы передал. Здесь нужно указывать URL, по которому он будет. А здесь это будет вот, чтобы он в JSON это все запаковал. У нас же все restful. Сейчас. Так. Ну, будет называться у нас все. Все будет task. То есть, ну, здесь написано collection, да? Но это из общего описания модели в бэкбоне. А мы будем делать, ну, назовем task. Так, ну вот теперь вроде как должно. С каким-то более. Так, ну вот, смотрите. Он ругается, что 404 не равно 200. То есть, у нас получился 404 not found. Это уже гораздо лучше, да? То есть, теперь мы реализуем этот метод. Значит, у нас здесь появляется createItem. Так. И, собственно, сам item мы получаем из request. Так. Get JSON, по-моему, так. Так, request нам надо импортировать. Вот. Можно здесь, кстати, тоже какие-нибудь асерты поиспользовать. Item is not none. Так. Item мы получили. И нам нужно вернуть. Войдите, здесь возвращается айдишка. Мы сделаем вот такую хитрость. Мы просто вернем единичку. Давайте проверим. Не заделили. А, потому что мы им не дали row. То есть, мы не объяснили, по какому рулу этот метод вызывать. Дописываем. Роуд. Таск. Так. И методы. Пост. Вот. То есть, здесь мы дали описание того, чтобы фаск разобрался, по какому рулу этот метод должен быть вызван. И с каким методом. По какому рулу и с каким методом. Так, смотрим. Так, ну вот у нас 500 ошибка. То есть, что-то движется, да. То есть, у нас состояние такое достаточно спокойное, потому что мы видим, что у нас идет процесс. И, ну, что-то не работает, да. Сейчас будем разбираться, что именно. 500. А давайте посмотрим. А, ну это понятно почему. Потому что он не умеет вот этого. Там нужно JSON-файл вызывать для того, чтобы формировался нормальный респонс там с правильным контент-тайпом. Это, опять-таки, особенность данного фреймворка. Вот. У нас тест зазеленел. И мы довольны, да. То есть, мы можем двигаться дальше. Следующая. Последующая итерация. Давайте вернемся к этому описанию. Посмотрим, что там. Вот. То есть, мы взяли требования, написали тест. Удостоверились, что он не проходит. Он очень долго не проходил. Делаем минимальное изменение кода, да. То есть, мы убедились, что тест прошел. Улучшать код нам пока что нечего особо. И повторяем цикл дальше, да. Так. Ну, давайте. Давайте убедимся, что он нам возвращает. Один. Все. Мы взяли это. В принципе, надо было тоже проверить, потому что важно. Ну, это тоже выполняется, потому что мы действительно единичку возвращаем. Давайте теперь проверим, что у нас. А можно даже не проверять пока что дальше. Давайте к следующему тесту что-нибудь другое. Давайте мы сделаем тест getAllItems. Такой мы сделаем метод. Тоже мы передаем client. Вот здесь мы скопипастим. Так. Вот ничего не входит. Сейчас поменьшаем. Что-нибудь сдвинем. Уберем. Чуть-чуть больше стало видно. Так. Значит, здесь у нас уже не пост будет. Здесь мы делаем метод get. Какой JSON ему не нужен. Вот. Просто такой task. И опять-таки сделаем assert. Response. Status. Code. Равно. Тоже он должен быть 200. Так. И что он нам должен вернуть в какой контент? Ну, по идее, пустой. Потому что этот тест запускается. У нас никаких айтемов еще нету. Никаких тасков, точнее, нету. И тест, по идее, должен возвращать. Давайте запускаем снова все тесты. Так. Ну, первый тест по прежнему выполняется. Там все хорошо. Так. Здесь, пожалуйста, 405 ошибка. Метод not allowed. Это потому, потому что у нас здесь только пост. Для поста написана функция. Так. Здесь, соответственно, get. Tasks. Будет такой метод новый. Сейчас мы к нему тоже какой-то road припишем. Но road будет такой же. Метод здесь будет get. Так. Здесь мы просто сходу сделаем JSONIFY. И вот так вот. Пустой список вернем. Спускаем. Ура, все тесты проходят, да? Мы, казалось бы, полную ерунду написали. Да, здесь какая-то заглушка. Здесь какая-то заглушка. Но наши тесты постепенно выполняются. Мы постепенно наращиваем эту функциональность. Давайте теперь сделаем более полезную для всех нас вещь. Давайте мы создадим некий task. Не будем его создавать. Мы прямо выше вот здесь проверим. У нас уже есть тест на create. А давайте мы проверим, что он у нас создался и что он загружается. То есть мы берем здесь же, делаем get task. Так. Ну, это вот единичка. Это нам то, что вернулся его номер, да? То есть ID-шка. Мы ее давайте вынесем в отдельную переменную. Task ID мы ее назовем. И будем вызывать эту переменную вот так, через слэш. Task ID. Так, объясняю, что мы здесь сотворили. То есть мы будем делать запрос task по этому ID. То есть уже дергать следующий метод, который у нас вот здесь описан. Да, то есть read вторую часть, да, которая с ID-шкой. Так. И нам нужно что-то проверить от него, да? Давайте проверим. Значит, response-код тоже должен быть 200. Так. А что должно прийти в ответ? В ответ должен прийти вот этот самый task, да? Вот он такой же должен быть. Давайте мы его тогда вынесем сюда. Во. То есть мы помодифицировали наш ранее созданный тест для того, чтобы охватить уже следующие требования. То есть мы не стали писать новый тест. Это на усмотрение разработчика. Когда писать новый тест, а когда модифицировать старые тесты. Я просто хотел обратить внимание, что не надо залипать на каком-то устоявшемся состоянии. Это все очень динамическое. И это все надо, и можно, и нужно менять регулярно в процессе работы. Так. Ну вот у нас 404-я выпала в, соответственно, в этой строчке. Ну, правильно, потому что у нас это не реализовано. Реализуем. Так. Здесь это делается вот таким образом. Int. TaskId. Так. Метод тоже get. И вот этот TaskId, он попадает сюда. То есть так устроен фаск, что он разбирает этот урл и понимает, что это будет интовая переменная и передает ее в этот метод. Ну, так вот он устроен. Нам того и надо. Значит, мы должны вернуть что-нибудь. Ну, давайте вернем. Давайте просто сначала вернем в пустоту. О, у нас все зафейлилось. Почему? А потому что я метод не переименовал, да? То есть не getTasks, а get1getOneTask. Так, запускаем. Так, вот второй тест по-прежнему выполняется. Мы починили его. А первый тест ругается, потому что он ожидает вот такое получить значение, а получает такое. Здесь можно разными, ну, двумя путями пойти. Можно, в принципе, ему поставить вот такую штучку временную, да, такую опять заглушку. И они снова пройдут, и мы дальше в каком-то месте это будем переписывать. Но можем понять, что, ну, да, здесь нам уже заглушками не обойтись никакими. Нам нужно что-то более существенное здесь заиспользовать. Ну, давайте, как мы будем делать? Ну, давайте мы будем таски где-нибудь хранить. Давайте мы создадим глобальную переменную. Это ее просто для примера, да, у нас учебный пример такой. Вот у нас создается мапа такая, ну, дикт в терминах питона, где мы будем хранить наши таски. Давайте мы будем тогда этим, начнем потихонечку пользоваться. Ну, для начала в методе post, где у нас создается таск, нам нужно, соответственно, сюда его положить. А для того, чтобы положить, нам нужно сгенерировать айдишку. То есть вот эта единичка, она нам не подходит. Нам нужно из нее что-то получать более правильно. Так, ну, как мы будем айдишку генерировать? То есть мы будем брать число элементов и прибавлять единичку. Можно assert сделать, что item id больше нуля, например, да. Так, что еще здесь нам может быть полезно? Его мы будем возвращать. Так, и, собственно, надо сохранить непосредственно саму... Вот это, кстати, надо вот сюда. Это я немножечко напутал. И сохранять, да, то есть мы... Task by id... Ой, item id, да, у нас здесь? Item id равно task. Так. А где у нас? А, у нас item названо. Нет, мне не нравится название item. Это должно быть task. Почему item? Пользуемся функцией rename. Task. Так, ну все, проходит. Запускаем тест и проверяем, что ничего не сломалось. Ничего не сломалось. Ура, хорошо. Так. А почему еще не сломалось? Должно было сломаться. Вот это должно было сломаться. А. Ну, то есть здесь мы, по идее, когда будем писать, ну, например, писали бы другой случай сохранения данных, у нас бы, естественно, вот это вот где-нибудь рано или поздно бы зафейлилось. Вот. Ну, мы сейчас видим, что это здесь... Прямо можно сейчас это исправить. Так, что нам нужно? Учебный пример такой для ознакомления. Но суть в том, что это вот именно так и работает. Это так и работает. И, наверное, на этом мы закончим с демонстрацией, потому что, ну, в принципе, вот основные, как бы, посыл, основный процесс я вам показал. Ну, в принципе, это так и происходит у меня в реальности. Давайте дальше посмотрим. А, ну, какие особенности, да? То есть что надо... Какие такие важные моменты нужно знать, когда пользуетесь этой техникой? Делать небольшие итерации, то есть правок небольшое количество, причем они тем меньше, чем меньше вы уверены в том, что вы делаете, да? То есть там можно вообще по одному изменению вносить и запускать каждый раз Ctrl F5, жать и проверять, что у вас тесты выполняются. Вот. Сохранять модули маленькими, ну, это из книжки я взял. То есть там действительно, ну, этот принцип тоже важен, чтобы у нас не разрастались наши модули, чтобы можно было их тестировать отдельно. Ну, естественно, тесты надо писать на каждый модуль отдельно. То есть у нас вот есть TodoMVC, наш аппликейшн, и есть тест TodoMVC для него, специальные тест-кейсы, тесты. Вот. Что еще? Полезно посмотреть, как тестируется непосредственно сам фреймворк или приложение, которое написано на нем, такие известные приложения. Это полезно. Когда мы там с Vue разбирались, да, действительно смотрели, как там тестируются его компоненты, и тестировали, ну, такие уже писали тесты для компонентов, которые разрабатывали сами. Вот. И по поводу запуска тестов, в зависимости от того, сколько их у вас и размера проекта, используемых технологий, тесты иногда запускаются долго. То есть, ну, вот у нас был проект, где там юнит-тесты запускались несколько минут. Юнит-тесты, да. Они должны типа быстро отрабатывать. Ну, там Java была и всякие разные штуки из-за этого. Там embedded-базы данных использовались и так далее. А что мы можем в этом случае делать? Ну, можно просто ограничиваться не всеми тестами, а вот мы пишем определенный тест и тестировать именно его, да. То есть, вот мы этот тест сейчас с ним работаем. Вот у нас сейчас, допустим, был красный. И мы продолжаем с ним работать, работать, работать. Потом мы, когда он нас зазеленил, мы прогоняем уже все тесты, да. То есть, этим тоже можно пользоваться. Соответственно, можно также отрезать там на уровне файла или целого компонента. Ну, и так далее. Гранулярность тестов – это уже на ваше усмотрение. Вот. И то, что я уже говорил, да, не привязываемся к тестам. Тесты – это рабочий инструмент. Он гибкий. Он такой, какой нужен вам. То есть, какие вы считаете тесты, такие они должны быть. Не жалейте, удаляйте старые ненужные тесты. Как-то объединяйте. Или еще как угодно. Пользуйтесь, но не надо на них как-то думать, что это что-то такое особенное, чего трогать нельзя. Это наш рабочий с вами инструмент. Вот. А теперь давайте поговорим про плюсы, минусы, стоит, не стоит, где работает, где не работает. Кстати, наверное, стоило спросить, а по поводу той сессии, которую мы провели, какие есть вопросы? Да. Мы же тогда тесты пишем по критериям. Мы только, получается, позитив тесты делаем. То есть, у нас на первом же негатив-тесте все сломается. Правильно я понимаю или нет? Ну, это зависит от того, как разработчик работает. Если он хочет сразу же негативные тесты отрабатывать, то можно их сразу же одновременно писать. Но, соответственно, это замедлит разработку следующей фичи. Может быть, стоит негативные тесты добавлять уже потом. Я об этом расскажу. То есть, да, мы не делаем 100-процентного кавериджа, и мы не стремимся к этому. Мы делаем разработку через тестирование. То есть, это не надо путать ни с какой другой техникой тестирования, потому что это даже не всегда будут правильные категории тесты. То есть, они могут не удовлетворять, например, требования к юнит-тестам. Мы что-то можем не мокать, какие-то внешние классы и так далее. То есть, это отдельная история. И ответ на ваш разработчик зависит от разработчика. То есть, это от совести разработчика зависит? Не от совести. Это просто другой процесс. То есть, по-хорошему, если, смотрите как, если я уверен, что то, что я сделал, оно так и дальше будет работать, и это уже близко к финалу, тот компонент, который я разрабатываю. Вполне возможно, что мне стоит прямо сейчас добавить какие-то негативные тесты и попробовать поработать с ними. Но мы сейчас не стремимся сделать именно покрыть код тестами или покрыть все кейсы. Это другой процесс, который не отменяется ни в коем случае. То есть, это все нужно делать. То есть, не надо это смешивать. Это нужно понимать всем, кто использует ТДД, что это ни в коем случае не заменяет все остальные виды тестирования. Еще вопросы? Так, двигаемся дальше. Давайте про плюсы. За что я это все дело люблю и считаю, что это очень классная техника. Первым для меня важным пунктом является, что юнит-тесты, они появляются как бы сами собой. То есть, пишем код, и одновременно у нас остается какой-то багаж, какой-то часть покрывается функциональности тестами. Как правильно коллега заметил, что не совсем факт, что они покрывают все, что нам нужно, но какой-то базовый набор тестов у нас уже есть. И мы их можем включить в CI-пайплайн и пользоваться ими при сборке наших, при каждом изменении нашего кода. Второй пункт – итеративная разработка. То есть, когда функциональность набирается по кусочкам, она дает разработчику такое спокойное состояние, что я разрабатываю, и это все постепенно, такое быть в потоке. Я прекрасно помню, что когда разрабатываешь какую-то большую фичу, и вот ты ее пишешь, 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 и сидишь и думаешь, ну, вроде написал. И такой нажимаешь запуск, и сработает, не сработает, а она не срабатывает, начинаешь копаться, дебажить и так далее. То есть, этот процесс такой напряженный, то есть, там нужно будет копаться, разбираться, там не сработало или здесь не сработало. А здесь эти тесты, ну, мы делаем минимум изменений, мы делаем там, две-три строчки поменяли, Может быть, даже одну строчку поменяли в коде. И мы знаем, что ничего страшного не случилось. Мы просто Ctrl-Z нажмем три раза и вернемся обратно к предыдущему состоянию, когда все работало. То есть это состояние такого спокойствия дает. И третий момент тоже, что если тесты поломались, мы что-то изменили, и у вас сломалось 50% тестов. Все подзакраснело. Можно не дебажить, можно откатить изменения, которые вы сделали, и подумать, как это можно сделать по-другому. Следующий пункт для меня очень тоже важен, что тот принцип, который постулирует, что нам необходимо делать минимальное изменение кода, которое закроет нам этот тест, позволяет разработчику сконцентрироваться на фиче, а не на каком-то методе, паттерне. То есть мы все такие творческие люди, мы любим куда-нибудь, а здесь можно как-то генерализировать, здесь выделить общий класс и так далее. Иногда, точнее зачастую, это вообще вредная практика. Часто она просто или ненужная, или в другом месте вылезает усложнением. Данная техника позволяет сконцентрироваться именно на фиче. А потом уже, может быть, подумать о том, а как это можно целифакторить. То есть это всегда потом идет. Ну и способствует хорошей архитектуре. Здесь у нас очень показательный пример. Ну про модульность понятно, да, то есть вы так или иначе все равно будете разрабатывать это модулями, все равно они у вас будут какими-то небольшими, скорее всего. Вот второй пункт по поводу тестируемости. У меня был очень яркий пример, когда мы с коллегами писали аппликейшн на Vue, и мы были в основном бэкэндщики, и мы разработали компоненты, написали их, они работали, все хорошо. А потом мы сели писать для них тесты. Ну как обычно это происходит, да, то есть сначала написали код, потом написали юнитесты для них. То есть все нормально, мы в принципе это все сделали, все эти шаги прошли, но потом я встретился с другим коллегой, который параллельно с нами разрабатывал automation тесты. для этого же приложения. И я пришел к нему, говорю, что такой грустный? Он говорит, я замуж за с вашими компонентами, очень сложно тестировать. И я посмотрел, у него селекты вот такие громадные, потому что найди второй сверху список кнопок, выбери в нем вторую кнопку, и мы просто тупо не проставили там классы или айдишки компонентов. Ну мы не задумывались об этом, ну бэкэндщики, все такое. А когда мы сами себе писали тесты, естественно мы это все поставили. То есть для себя мы все это сделали. А тот бедолага, он намучился, он уже кучу времени потратил на то, чтобы это все затестировать. А если бы мы делали это через ТДД, то тогда этой ситуации бы не было. И он бы не испытал этого стресса, и был бы более счастливым вечером после работы. Вот, то есть тестируемость кода это тоже важно. И получается, что мы на этапе разработки, мы уже делаем готовый к тестированию код, что тоже полезно. Вот, столько плюсов, все, можно идти делать. Но есть и недостатки, и сложности, и всякие особенности. Естественно, это никакая не серебряная пуля, она не решает все вопросы, просто это один из инструментов, у которого тоже есть обратная сторона. Значит, первый пункт, и он такой многими ставится, что тесты же надо писать, это же требует время. Да, требуется время. И, ну, по моим подсчетам, где-то в районе 20-30% времени уходит именно на разработку, а может быть даже иногда и 40, на разработку именно тестов. Я считаю, что в районе 30% это норма, так и должно быть. Вот, но тесты же все равно надо писать. То есть в хорошем проекте тесты должны быть, и так или иначе, не тесты вам нужно будет написать. Пишите вы их до или после, они нужны, соответственно, ну, так и так надо. Прогон тестов тоже расходует время, что да, не сможем так быстро двигаться, особенно если тесты у нас тяжелые, то каждый раз запускать их, ну, да, ну, то есть здесь можно как-то обходиться, ну, во-первых, там, может быть, на этапе проектирования нужно выбрать другой фреймворк, или там запускать часть тестов, ну, то есть как-то тоже можно к этому обойтись, но есть такая штука. По поводу того, что еще есть возражение, что а как же мы будем рефакторить, мы когда что-нибудь изменим, у нас все тесты поломаются, раскраснеются, и мы как бы перестанем вообще контролировать ситуацию. Вот, но вопрос заключается в том, что когда происходит рефакторинг, действительно ломается многое, и наличие тестов, это как раз-таки помогает отработать правильно эту ситуацию, то есть можно, когда делаем рефакторинг, мы понимаем, что этот метод мы удаляем, и, соответственно, тесты, которые его тестировали, они нам не нужны, а вот те, которые в соседнем компаниенте закраснились, они где-то в другом месте были завязаны, и, соответственно, те тесты нам помогут с рефакторингом сделать все правильно, чтобы это потом не вылезло в багах на уже во время пользования клиентом, когда будет в продакшене все это работать. Вот, поэтому, на мой взгляд, это скорее плюс того, что у нас эти тесты есть, и покрытие есть. Ну, как любые тесты, в общем-то. Вот, не обеспечивает безопасность. Да, не обеспечивает, и об безопасности нужно думать отдельно, прямо вот, ну, отдельно там, во время ревью, во время код-ревью, в отдельном, скажем так, в отдельное время, да, то есть разработчик садится и думает, а вот что будет, если здесь там вывалится exception, а что у нас останется, в каком состоянии останется этот объект, а не будем ли мы там админом залогинены для того, чтобы там что-то отработать. То есть, да, test-driven development никак к этому не относится, и этот процесс должен быть отдельно отработан также. Да, ну, и не гарантирует качественный код. Ну, это понятно, да, то есть на все можно написать жутко, некрасиво, уродливо, но гарантии на это нет, но способствующих этому моментов их довольно-таки много. К тому, чтобы сделать код тестируем, красивым, таким, который удобно будет потом читать, понимать, тестировать, отлаживать, сопровождать. А по поводу того, что он уже не везде, да, я абсолютно точно, что он уже не везде, то есть не надо так думать, что, о, test-driven development, такая классная штука, сейчас мы ее применим вообще везде, где только будем касаться клавиатуры, сразу же будем писать тесты. Не совсем так, то есть вот я, ну, наверное, 80% случаев использую, а в некоторых, ну, в случаях не делаю. Вот, и вот то, что коллега говорил, что другие тесты, они обязательно тоже нужны, то есть нам процесс тестирования, он никуда не делся, то есть все, что мы получили, это некое множество unit-тестов или functional-тестов, которые можно использовать, но ни в коем случае не надо думать, что это все тестирование, которое у нас в проекте есть. Нет, там нужны smoke-тесты, там automation-тесты, если мы, ну, и так далее. То есть это уже в зависимости от того, как устроена политика в вашем проекте. Так, а кстати, почему у меня здесь нету пункта, где многоточие? У меня здесь даже были такие классные пункты. По поводу плюсов и минусов, у кого есть что добавить? Или сомнения, вот кто-то хотел пользоваться, но вот что-то из того, что здесь не указано? Если плохо requirements прописаны, то ничего не получится с таким подходом. То есть должна быть качественная работа еще на сборе требований в начальном работе? Совершенно верно. Да, требования должны быть. И вот об этом я чуть дальше скажу. Там, если нет требований, или они очень быстро меняются, то тест-дрем-ревелок здесь применять не надо, потому что это будет скорее лишним. Еще есть? На мой взгляд, еще есть такой момент, что если у нас не очень нехорошие coverage тестами, то когда мы направляем, например, свой код на ревью, ревьюер может смотреть, о, тесты зелененькие, ну и ладно, и прибежать код не так внимательно. То есть если у нас низкий coverage, то могут быть такие проблемы. Ну да, ревьюеру, конечно же, надо смотреть именно на код, не на тесты и не на их статус, а на то, как написан, и вычитывать. Да, то есть совершенно верно, я согласен с вами. Так, ну что, двигаемся дальше. Нет? Еще есть? Бывает такая ситуация, не самым правильным. А в чем сложность? Вы же новую функцию добавляете. Она, по-видимому, не должна ничего сломать в старых тестах. Они для того и сделаны, чтобы вы ничего не сломали в имеющейся функциональности. По архитектуре требуется написать как бы по-другому, с правильным подходом. Вот какую-то фичу реализовать. Новую фичу. Не так, чтобы не поломать сильные тесты, а минимальное количество сильных тестов. То есть это как бы создает, ну у меня такое впечатление было, создает не очень качественный код, как бы развивается вот это. Желание золотать, 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 чтобы как можно меньше трогать эти тесты. Но я не очень понял. Это вы вот к тому моменту, что реализуем минимальную, вот третий пункт, да? Что минимальное изменение кода? Когда у нас весь функционал покрыт тестами. Так, покрыт тестами. У нас есть куча фич, которые покрыт тестами. Да, и мы боимся что-то тронуть, в принципе, потому что у нас это может быть завязано. Как раз именно особенность то, что юнит-тесты надо более продуманно писать. А, кстати, я с вами помню. Это требует сначала понять, как писать юнит-тесты, только попробовать писать их после, и только после этого начинать их писать до. Вот так. Вот это, кстати, к теме вообще другого, ну так, другого, можно сказать, доклада, потому что вообще, что тестировать, это очень хороший вопрос. И в книге об этом тоже написано, что не надо, например, тестировать то, как реализуется вот эта наша фича. То есть если мы, по фиче написано, что вот этот гет должен возвращать такую-то структуру, то тесты не должны тестировать то, какие методы были вызваны, какие там происходили вызовы. То есть это делает тесты слишком хрупкими. И вот, да, мы тоже сталкивались с такими вещами, что тесты, они такие огромные, такие сложные, что там меняешь одну букву где-нибудь, а там стектрейс, например, какой-нибудь там логируется или еще что-то, и он тест перестает проходить. То есть вот тесты тоже нужно писать продуманно, предусматривая, не нужно тестировать лишнего, потому что иначе можно действительно получить такую фиксированную архитектуру, которую очень сложно будет, ну ее действительно будет же бояться трогать. Я понял, о чем вы говорите, и да, я тоже сталкивался с этим. Согласен с вами. Мне, кстати, очень нравится, что у нас с вами такое обсуждение. Я вот именно такого формата и хотел, чтобы мы обсудили, как лучше работать с этим. Кто еще хочет что-нибудь добавить? Ну давайте двигаться дальше. По моему мнению, вот здесь тоже, а вот они многоточие, где применимо, где неприменимо. Вот в бэкэнде, по-моему, вообще без всяких вопросов, да, это применимо, и этим очень классно пользоваться. На фронт-энде вроде как тоже да, потому что там все фреймворки поддерживают юнитестирование, ну все такие ведущие фреймворки, и вроде как можно это делать. Ну вот я с гораздо меньшим бэкграундом по фронт-энду, и у меня не так много опыта, но я пообщался с коллегами и узнал, что практически никто через S-driven фронт-энды не пишет. Поднимите руки еще раз, кто фронт-энду занимается. А вот в вашей практике как? Нет, вообще, да, никак? Ну, в принципе, там, где есть юнитесты, там же можно применять test-driven, да, то есть если можно через… И тем более, если вы потом покрываете их все равно юнитестами, вот как в нашем проекте происходило, то также, соответственно, можно и тесты писать вперед, а потом займите функциональность. Про фронт-энд есть еще компонент-driven development, да, где что там есть какой-то общий компонент, который делится на другие составляющие компоненты, и они как-то там по очереди тестируются. Но я вот с компонент-driven development не работал, и вот только в рамках подготовки к этому докладу просчитал, и вот поспрашивал у коллег, ну вот нашел только один случай, у кого это применялось на проекте, и то, по-моему, там это то ли клиент захотел, то ли, ну, в общем, как-то это было навязано сверху, это решение. Вот, так что, по моему мнению, фронт-энд можно так писать, и, кстати, нужно, потому что, ну, без тестов же как? Без тестов же совсем никуда сейчас, да, то есть любой серьезный проект, который требует стабильности, он требует наличия тестов, и они рано или поздно появляются в таких. Вот, ну, мы во второй части, когда минусы будем рассматривать, добавим. По поводу всяких разных библиотек, мне кажется, здесь точно тоже тесты прекрасно подходят, эта технология, тем более это какие-то утилит, ну, библиотеки, которые можно легче оттестировать, скажем так, чем тот же фронт-энд. Смарт-контракты на блокчейне по эфиру я видел, да, то есть и есть и на Хабре, по-моему, статья, в общем, применяется. В геймдеве, вот, кто из геймдева? Можно там применить это? То есть какие-то вещи можно. А вот в атмосфере проектной, то есть как бы люди готовы будут в таком режиме работать? Очень быстро, очень быстро. Очень быстро, и не требований. Вот, да, как раз это про следующем. Ну, в общем, про геймдев я по этому вопросику написал. Вот, по поводу шелла, там, yes, yes, да, ну, можно, потому что я так делаю, то есть когда надо было какой-то там на шеле написать скрипт, я попробовал, там, да, есть, ну, так, фреймворки, которые позволяют на шеле написать тесты для шеллскриптов и тестировать. В принципе, все действительно сработало. Так что там тоже это можно применять. А где еще, ну, ладно, где добавить, это мы потом с вами пообщаемся, я сейчас оглашу весь список, переходим к там, где, на мой взгляд, это не стоит применять или нельзя применять. Там, где требования меняются быстрее, чем пишется код. Это какие-то стартапы, да, или там хакатоны, может быть, да, какие-то, то есть где вот пишем, пишем еще не знаем что, то есть где требований нету. Вот, ну, там, мне кажется, действительно, ну, в чистом виде эту технику не применить. Может быть, можно применить тот способ, когда идет снизу вверх, да, то есть мы знаем, что у нас какая-то будет функция критичная для нашего вот продукта, которая точно в нем будет, и ее можно уже взять и написать и оттестировать с помощью ТДД. А там, как дальше ее заиспользовать, она уже будет готова, оттестирована, и ее можно будет просто применять. То есть какие бы требования ни были, мы знаем, что эта функция нам, скорее всего, понадобится. Вот. И по поводу вот затраты на разработку тестов превышают разумные пределы. Ну, вот у меня был такой случай, когда мне надо было написать несколько виджетов для Jira, и там самое большое время, которое я потратил, это на то, чтобы это все встроить в тот механизм, который там в Jira есть для этих гаджетов. Вот. Там XML какие-то, там они что-то, в общем, очень много всяких разных моментов, и если бы я еще дополнительно начал бы это все через тесты делать, и к тому же все это деплоится очень долго, в общем, это все не ускорило бы мне задачу, а наоборот ее очень-очень сильно бы затянуло. Вот. А там, собственно, оттестировать было очень сложно, то, что я сделал. А та часть, которую можно было тестировать, она была очень простая, и я, в принципе, и так видел вживую, что она прекрасно работает. Вот. Поэтому там я от тестов оказался. А в других практически всех случаях я для себя просто пишу тесты. То есть не то, что мне говорят, что вот, делай так. Мне просто так приятно, комфортно. Мне просто, ну, это приятно, вот теми плюсами, которые я с вами поделился, просто это удобно самому разработчику, это прекрасно удобный инструмент. Не обязательно, чтобы его, там, была какая-то политика, или... Ну, понятно, что мы там все завязаны в проектах. В каких-то случаях, вот, у меня это прекрасно проходило. В каких-то случаях, ну, это не применялось. Давайте теперь по поводу многоточив. Кто бы добавил что, куда точно можно, куда точно нельзя. Ну, это из вашей практики. Базы данных тяжело тестировать. Возможно, но очень тяжело. Потому что много взаимосвязей и очень тяжело сделать, брать, замокать это все. Ну, да, да. Ну, это все, все решения этого момента есть технически, да, то есть, там, погуглить, посмотреть. Да, там, как правило, поднимаются лимбеды базы какие-то, там, с тестовыми данными. То есть, да, с базами сложнее, но это не... Один раз решается этот вопрос и дальше просто работаем. То есть, это к ТДД не имеет отношения. Я вот хотел бы немного подискутировать насчет первого пункта, где требования меняются быстрее, чем пишется код. Давайте. Ну, вопрос такой. Вот здесь мы все-таки подразумеваем именно быстрое изменение требований или, например, когда они, скажем так, на начальном этапе такие верхнеуровневые, да, то есть, у нас есть понимание, что у нас есть черный ящик, вот, и мы его там, ну, должны там на вход получить одно, на выход другое, ну, и на выход какой-то, соответственно, результат. Вот. И мы можем, соответственно, на это написать тест, да, а потом дальше, по мере, соответственно, уточнения требований, по мере их развития, вот, мы можем, соответственно, развивать эти тесты и в том числе развивать вместе с ними и функционал, вот. То есть, здесь, ну, понятно, да, что, наверное, вот, когда мы прям быстро-быстро меняем требования, мы сначала хотим одно, потом там на 180 градусов разворачиваемся, наверное, да, наверное, это поддерживать не очень хорошо. А, кстати, у кого такая ситуация в проектах? Вот, кто сейчас работает, у кого такая, что меняется все супербыстро? Ну, вот два человека, четыре человека подняло руку, то есть, ну, вот у них надо спросить, потому что это я часто от возражений-то встречаю, что мы пишем вот на ходу и у нас все очень быстро меняется. А у, этот, по факту не так часто это происходит, то есть, ну, вот, действительно есть такие ситуации, есть такие случаи, когда такая. Не, я не к тому, чтобы сейчас рассказывали о своих проектах, просто, что, ну, действительно такая ситуация бывает, но она не так часто отличается. Ну, давайте. Я пять лет работаю во фрилансе, нет ни одного, не было за это время ни одного проекта, который бы в конечном итоге был похож на техническое задание, которое вначале поступало от клиента. Они просто кардинально отличаются все. Сто процентов в проектах было много. Здесь получается, что, наверное, надо тогда смотреть, надо ли, ну, удобно ли разработчику вам делать через ТДД то, что сейчас просит. Потому что иногда это просто, ну, получается, что потом, ну, ты, грубо говоря, выкидываешь свой код и пишешь что-то другое. Ну, так получается. Ну, да. Проекты проходят через стадию прототипирования, повторного прототипирования, когда формируются уже итоговые требования. После этого, в принципе, можно пытаться применять ТДД, но на начальном этапе это бессмысленно. Согласен. Кто еще хочет что-то добавить? Поприменим. Двигаемся дальше. Вот источники информации. Самый главный это книжка Кента Бека, которая много раз переиздавалась. Она есть на русском языке. В электронном виде она, по-моему, 700 рублей стоит. В магазинах она в оффлайне, ну, в смысле, в печатном виде, я не знаю, лежит, не лежит. Ну, в общем, можно найти. Все знают как. Вот. И Google в помощь, да, то есть пишем фреймворк или там свой язык или еще что-то. Пробел, ТДД и находим какие-нибудь статьи или на Medium или на Hub которые там рассказывают как это люди применяли у себя и как у них это сработало или не сработало. Точнее, сработало, конечно же, да, то есть отрицательно как-то в меньшей степени. Отрицательно обычно в комменты прибегают и рассказывают, что у них ничего не работает. Вот. И вот давайте по близким технологиям, которые как-то может быть связаны, может быть нет, которые тоже что-то там driven. Вот. Acceptance Test-Driven Development это в таких серьезных проектах, где действительно есть какие-то требования изначальные очень четко определенные и заказчик сам готовит тесты для того, чтобы проверять их в соответствии системы исходным требованием. То есть запускаются тесты и заказчик принимает на основании результаты их выполнения продукта. Я не знаю, где это применяется, ни разу не слышал вживую, но такая штука существует и я думаю, что это какой-нибудь там или финансовый сектор или с какими-нибудь там атомными технологиями, что-то вот в таком духе, может военный применяет это, я не знаю. Вот. Про компонент driven development это из фронтенда, вот, но про эту штуку я много чего не могу сказать, если вы сможете пригласить меня на какой-нибудь метап или поделиться информацией о том, что это такое и как это классно, то я с удовольствием приму это приглашение. Вот. А вот про behavior, driven development, это, ну, это очень классная штука. А кто, кто BDD применял или использовал? Очень мало, странно. Короче, тогда расскажу. BDD это такой метод, который соединяет код и текст. То есть, обычно человек пишет требования на человеческом языке. Я захожу на сайт такой-то, я открываю страничку QQA, инженер пишет тест-кейс. Я ввожу в форму данные там такие-то, 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 я нажимаю кнопочку окей. И я ожидаю, что мне будет такой-то ответ от страницы или будет передрисаться на такую-то страницу. И это все обычно пишется текстом. Так вот, BDD это такая технология, которая позволяет из этого текста его развернуть в виде кода, то есть, дописать код, который будут реализовывать вот эти вот действия. И через таким образом реализуется automation-тестирование, которое потом тоже в pipeline встраивается, и при каждом новом релизе у вас все это пробегает и в автоматическом режиме все это отрабатывает. страничка открывается, форма заполняется, проверяется статус-код или там не статус-код, или даже там текст какой-то, ну в общем, в таком духе. Мне BDD очень самому интересно, но я с ним только лично сам не работал, то есть, я не писал эти фичи, я не писал эти страницы, то есть, для меня это очень интересно. это из области QA automation технология и в общем хорошая штука. Вот как раз BDD мой коллега и бедолагой писал, когда тестировал наше приложение. Вот. Про внедрение и применение. этапы, как это внедряется. Ну в общем, на самом деле ничего сложного в этом внедрении нету, просто берем и применяем в своей повседневной практике. Вот. Кстати, когда будете это делать, просто берите самые-самые минимальные какие-то шаги, да, то есть, там, просто там, ну, самые-самые минимальные, такие, самые очевидные такие вещи. Потом постепенно усложняя или ускоряя этот процесс, найдете подходящую скорость, с которой вам комфортно работать. И в данном, скажем так, в конкретном случае это подбирается индивидуально. Так, ну давайте про этапы. Выбор технологического стека, да, то есть, это, на этом этапе TDD тоже можно, ну, как бы, если на этом этапе находитесь и хотите применять TDD, можете повлиять на решение на это, например, вы сами принимаете решение. Вот. Вы можете выбрать фреймворк, который хорошо тестируется, который, для которого это писать удобно. И, соответственно, но это в меньшей степени влияет, то есть вы, на технологическом стеке вы еще с TDD практически никак не сталкиваетесь. Просто, чтобы он был тестируемым, а это, собственно, все, все фреймворки сейчас обеспечивают. на этапе построения архитектуры. Да, архитектура – это немножечко параллельный процесс, и в простых случаях можно через Test-Driven Development выходить на то, какая будет структура вашего, архитектура вашего приложения, но это не совсем отсюда, да, то есть это не закрывает этот вопрос технологии Test-Driven Development, да, то есть это скорее TDD ближе к юнит-тестам. Вот, на мой взгляд, он роднее всего с юнит-тестами, а BDD он роднее всего с functional-тестами или может с integration. Вот, в процессе разработки нового кода, ну, я вам писал, то есть либо методом сверху-вниз, либо методом снизу-вверх используем эту технику, получаем удовольствие, бенефиты, все там спокойствие, что там еще у нас было, все плюсы, которые там были, они присутствуют, и мы их получаем прекрасно. В процессе CI это вот то, что коллега упомянул, что там у нас есть тесты, а все ли они покрывают, да, там негативные тест-кейсы. Можно использовать еще раз те тесты, которые у нас остались, но это не недостаточно, да, то есть надо это расширять и дописывать. Кстати, вполне возможно, что надо включать именно дописывание юнит-тестов в процесс разработки, то есть когда уже определился, ну, была написана фича, задача перед код-ревью, окрутить ее, соответственно, должным количеством тестов, потому что там, даже где мы с вами разрабатывали, там очевидно, да, что есть случаи, когда наши тесты не лишают там все возможные ситуации, понятно, что их должно быть гораздо больше. Вот, а про код-ревью, надо ли? Конечно, надо, то есть тесты ни в коем случае не заменяют код-ревью, тем более, тесты написал сам разработчик, да, он может просто написать там, в питоне пишется пас, и все, тест проходит, и можно миллион тестов показать, что у меня все зелененькое, они ничего не тестируют, поэтому код-ревью обязательно, высчитывать код тоже нужно, да, и тесты, наверное, тоже нужно, то есть по-хорошему, наверное, нужно проверять еще и тесты, насколько полно тестируется функциональность. Что вы говорите? Писать тесты для тестов? А, писать тесты для тестов? Ну да. Я с таким не сталкивался. Но review it надо тесты, мне кажется. Да, да, конечно. Не сами тесты, как там написано, потому что там можно писать что угодно, по большому счету, да, там не сильно заморачиваться на красивые какие-то или эффективные какие-то технологии, потому что это тесты, которые запускаются, ну, это не то, что идет в продакшн, вот, а вот на само наличие, их на полноту, я считаю, что нужно. Вот. И по поводу процесса тестирования. Шестой пункт. Покрытие найденного теста, бага тестами. Это то, о чем я вначале говорил, что находится баг, он сначала изолируется в виде теста, который красный, потом мы исправляем, соответственно, тест зеленеет, и после этого это идет на валидацию, как зафикшенный баг, который снова уже не должен появиться, потому что есть тест, который его покрывает. Где еще мы можем столкнуться со сложностями при внедрении? Я внедрение в кавычках говорю, потому что там берешь и пишешь, просто используешь. На, вот, коллега. Не по поводу сложности, а по поводу того, что напрашивается здесь. Вот то, что хотелось бы увидеть. В таких тестах, с моей точки зрения, сразу с самого начала нужно предусматривать оценку времени выполнения эндпоинтов, которые запрашиваются для того, чтобы впоследствии отлавливать работу низкокачественную или не очень качественную. Вы имеете в виду, что выполнение этого кода может быть долгим, да? И на этапе разработки через тестирование нужно на это обращать внимание. Ну да, насколько я понимаю, здесь это всего пара строчек, которые впоследствии могут сэкономить много времени. Ну, я с вами и соглашусь, и не соглашусь. Ну, во-первых, точно есть такие случаи, когда стоит это делать, то есть есть какие-то вещи, когда мы знаем, что это критическая для системы функция, и нам нужно еще на этапе ее разработки сильно задумываться о перформансе. Вот, но есть в большинстве случаев задумываться о перформансе надо не в момент, когда все это разрабатывается, а тогда, когда мы занимаемся перформансом, да, то есть в принципе перформанс-тестирование это отдельный опять-таки отдельный процесс, который тоже по отдельному идет отдельным процессом, соответственно, и именно там нужно тестировать и потом уже улучшать. То есть улучшать изначально это как раз таки тот самый перфекционизм зачастую, то есть не во всех случаях, зачастую перфекционизм, который ну лишним будет, может быть, да, то есть такое решение, когда там ну кэширование не нужно, потому что кэширование помимо преимуществ дает еще и всякие сайд-эффекты. Поэтому я бы… То есть и так, и так, да? Тут скорее не о том, чтобы оптимизировать, а о том, чтобы вовремя заметить, что где-то что-то не так, и то, что нужно оптимизировать. А как вы заметите, у вас один запрос, одна единица в базе данных, у вас там индекса может не быть, потому что у вас всего две строчки в базе данных. То есть это… Да, стоит об этом задумываться, конечно, да, то есть если вы знаете, что это… Во время разработки, как правило, база еще недостаточно заполнена данными и зачастую о многих вещах мы не задумываемся, но когда приложение начинает эксплуатироваться и возникают где-то тормоза, возникают какие-то сложности, неплохо сразу понимать, где они возникают. Без длительного дебага и… Но это отдельный процесс, это нужно запускать тестирование, перформанс-тестирование, нагрузочное тестирование, проверять, как у вас там разные ваши endpoints будут, с какой скоростью отвечать, запускать 10 тысяч тестов. Это отдельный процесс, и мне кажется, его нужно запускать отдельным, ну как бы, отдельную сущность, отдельный элемент работы, потому что это может не только на момент, когда вы ведете разработку, а потом, когда какая-то фича добавляется или что-то меняется в архитектуре, может вылезти. То есть, ну, я бы сказал, что в некоторых случаях так, а в некоторых случаях по-другому. То есть, ну, не всегда надо задумываться о перформансе в момент разработки. Я вас не убедил, вы меня тоже. А этого не требовалось. Мы как раз дискутируем открыто для того, чтобы у каждого свои предпочтения и свои, ну, взгляды. И не надо пытаться продвести всех под одну гребенку. Мы все разные, все по-разному смотрим на вещи. У коллеги, кстати, наверняка проект, который, а, у вас же, да, проект очень быстро меняется? Да, сопутствующий вопрос. У вас, как правило, на тесты для TDD пишет тот же человек, который пишет код. Не бывает такого, что разные люди. И юнит-тесты тоже должен писать только автор этого кода. То есть, писать юнит-тесты за кого-то, такой практики не должно быть. Другие тесты, там, интеграционный, там, functional, automation, их вполне могут писать другие люди. А вот юнит-тесты должен писать сам автор. Кто-нибудь еще хочет добавить? Я хотел бы уточнить немножко вообще в целом по теме. Насколько я понял, вот из того, что вы сказали, TDD решает три проблемы существенных. Первая проблема – это то, что некоторые разработчики могут уходить вбок в процессе разработки, то есть, ну, углубляться там туда, куда не нужно, никогда не закончить проект в итоге. То есть, ну, то, что вот PM должен подгонять. Да, обуздание фантазии. Второе – это то, что компенсируется какая-то невнимательность некоторых разработчиков с помощью вот этого метода. То, что сначала пишется тест, и потом нельзя что-то добавить. Если ты что-то не в ту сторону добавил, что-то забыл учесть, это все покажется. И третья проблема – это то, что облегчает, грубо говоря, там, чтение кода последующими, кто будет его использовать. То, что он написан как-то структурированно, а не как попало. Это все проблемы… Просто это я все услышал, вот эти три только. Есть еще какие-то проблемы, которые решают. Ну, тестируемость это не решает, потому что это только юнит-покрытие, которое никак вообще не решит проблему интеграции или системы, тем более там, end-to-end тесты какие-то. Ничего это не получится таким образом. Ну, вы изначально будете писать модульный тестируемый код, который можно отдельно, изолированно протестировать. А в дальнейшем, как он будет уже интегрироваться в более сложные сущности, это, конечно же, за рамками. Просто есть еще какие-то проблемы, которые можно этим способом решить, потому что создается впечатление, что это такой элемент самопроверки, что ли, для разработчиков. В какой-то степени, да. Просто чтобы он нормально себя чувствовал. Да, да. Что это там… Именно так. Джунов каких-нибудь вот с помощью ТДД заставлять просто работать, чтобы он научился правильно структурировать свои мысли, там, не импульсировать. Я думаю, это всем полезно, не только джунам. Это не то, что вот какой-то инструмент для обучения. Да, это какой-то, наверное, можно даже сказать способ мышления, да, то есть о том, как размышлять о решении. Но просто есть проблема, что если человек, допустим, какой-то не очень высокой компетенции, он и тесты сможет придумать из головы только те, которые его уровню понимания доступны. Согласен. И, соответственно, ничего он там не разработает дальше. Что-то существенное. Да, это не спасает от плохого кода, как мы уже… То есть это вот получается элемент самопроверки, по сути. Да, да. Все понятно, я выяснил. Спасибо большое. Для меня это именно так. Вот то, что вы сказали, для меня действительно элемент для внутреннего спокойствия, для размышления. То есть способ работы просто такой. Не, ну я не согласен. Еще одна проблема, которую решают эти тесты, если посмотреть чуть выше. А я имею в виду, что когда отдается в quality assurance фича, она более готова. То есть если без TDD писать и без тестов, отдается она сырая фича. И она вот цикл весь удорожается, когда это багами возвращается обратно. Ну вот как вот предыдущий наш коллега говорил, что это не обеспечивает покрытие всех случаев. То есть мы какое-то количество случаев будем иметь. Ну просто, а если совсем без TDD, без тестов. Ну конечно, да. А на 10 раз прилетит. Да, да, да. Было такое скушерядом, когда… Все дорого. Пишет типа фикс, а возвращается обратно. Не фикс. Он пишет снова фикс, снова не фикс. То есть вот такие ситуации, ну смешные, да, казалось бы, уменьшается такой пинг-понг между разработчиком и тестировщиком. У меня, кстати, по-моему, как раз здесь и есть. Давайте там еще какие-то вопросы будут. Там у нас будет отдельный момент, где можно будет дообсудить то, что у нас еще осталось. Сопротивление изменениям. Да, что делать, если кто-то там не хочет TDD или не готов в это вкладываться. Ну то есть я для себя никогда его не… Ну то есть я даже не особо рекламирую, потому что для меня это просто хороший инструмент, который полезно использовать для самого себя. А поскольку в проектах юнит-тесты все равно так или иначе надо писать, то какая разница PM-у, пишу я их до или я их пишу после, ну как бы неважно, а мне так удобно. Поэтому не хотят, не надо. То есть это настолько много преимуществ для разработчика, что, ну как бы, ради бога. Так, про фреймворки языки здесь все очень быстро, потому что мы берем там, берем язык, берем фреймворк и находим к нему тестирующий фреймворк, который позволяет тестировать то, что там на нем разрабатывается. И я думаю, что практически для любого из них, я вот здесь просто основные перечисляю, для Java, для JavaScript. Ну вот я карму лично не использовал, но в JEST там прекрасно тестировали. Так, Vue только здесь сейчас добавился, надо было добавить. Для Python, да, то есть там любые фреймворки Python, PyTest, UnitTest или еще какие-либо тестирующие фреймворки добавляем и используем. Мы с вами сегодня Flask и PyTest использовали. Ну или любого другого языка. Так, обсудим и HUTO Action. Коллеги, кто еще хочет что-нибудь добавить? Так, давайте же будем использовать его. Просто начнем это делать. Покажем пример, как это здорово другим, да, расскажем коллегам, расскажем там клиенту. Клиенту на самом деле по барабану, по большому счету. У него если, у него чтобы все работало, то есть какой-то test driven development, для него, наверное, уже это вряд ли не имеет значения. А для нас, для команды… А что, клиенту будет это полезно? Важно? Спасибо. Мы вот тут с коллегой обсуждали как раз, что клиенту важна скорость. И если ваша скорость на 20-30% ниже за счет разработки через тестирование, через тесты, иногда, когда у тебя жесткий дедлайн, жесткая спринтовая система, клиенту, это невыгодно, ему невыгодно, что вы будете сначала писать тесты, потом заниматься разработкой. Так вы не говорите ему, просто вписывать в дедлайн и все. Ну, это интересно. Как насчет прозрачности? Нет, я не к тому, чтобы скрывать, да, то есть мы здесь так вот по-своему там делаем, да, у нас тут тесты еще какие-то есть. Какие тесты? Вы не должны писать тесты, да, вы должны писать код только. Ну, я не знаю, если есть такие заказчики, ну, я не знаю, что в такой ситуации делать. Есть такие, да? Ну, безусловно, это вообще нормально в коммерческой разработке, в сложных больших проектах, так что прежде чем… А как можно написать сложный проект без тестирования? Есть большая разница, когда ты пишешь юнит-тесты после того, как ты выпустил ключу. Нету, нету разницы. Вы тоже самое время потратите. И на архитектуру тоже. А вы, а в вашей практике сколько занимает написание тестов после, если там 30% перформанса до вас не устраивает? А сколько? Ну… Сколько? Мне тяжело оценить. Это зависит в основном от сложности самой задачи. То есть задачи бывают разные системы, бывают разные сложности. В нашей системе это занимает очень большое количество времени. И юнит-тестами у нас, безусловно, покрыто не все, как в большинстве проектов. То, что можно быстро и просто, это делается так, то, что нельзя, покрывается потом тестированием и ручным тестированием. А, то есть вы выборочно покрываете только самые-самые там нужные штуки? То, что возможно покрыть быстро, качественно и в пределах разумного количества времени, мы делаем это так. Ну, понятно. Сильный код-ревью, распределенность команд в проекте, багов на самом деле критичных немного. Есть какие-то косметические в основном? Ну, то есть опять-таки, да, это не всем подходит и не надо везде эту штуку красивую прям заставлять пользоваться. Ну, вот коллега писал случай, когда это не подходит. Ну, хорошо. У меня вообще вопрос есть. Вот в целом по самой философии, да, вот этой как… Техники. Как техники, да, спасибо. Вообще складывается ощущение, что технику можно применять только на старте проекта и только для изначальной системы, которая будет расти, да, то есть на изначально запланированные сложные системы с интеграцией, там, многопользовательские обновления в режиме реального времени и все остальное. Это как бы выглядит просто как очень дорогое хобби. Ну, вот извини, пожалуйста, за прям вот хобби, это, наверное, немножко жесткое, да, определение, но по факту получается, что если система большая с интеграцией, с усложнением… А как у нее там без… Там, наоборот, тестирование будет, там многоуровневое тестирование, на которое тратится больше… Ну, половина-то точно времени тратится на вот это многократное тестирование со всяких разных сторон, если система такая серьезная, сложная и разнородная. Скажи, пожалуйста, вот из твоей практики насколько большие и сложные были проекты, да, ну, то есть я имею в виду, ну, так, просто очень приблизительно там средние, применялось сначала проекты? Значит, это прекрасно все работает в маленьких проектах, в каких-то небольших проектах, это прекрасно, замечательно срабатывает. А в больших проектах, ну, вот у нас был проект, где у нас было три уровня тестирования, а потом еще добавился четвертый, вот, там-то тоже хорошо срабатывало, потому что юнит-тестирование – это был первый уровень этого процесса, и там это прекрасно работало тоже. Ну, короче, сойдемся на том, что это не везде применимо, и не для всех это срабатывает. По поводу хобби, но это, скорее, не хобби, это способ мышления, способ разработки, да, то есть это, который имеет свои плюсы и свои минусы. Ну, для меня плюсы перевешивают, и в большинстве случаев я нахожу его приемлемым, подходящим для работы. Так, коллеги, я сделал, вот QR-код написал для того, чтобы если кому-то захочется этой презентацией воспользоваться, то это можно будет сделать. И я потом ее обновлю, здесь еще добавлю ссылку на… У нас же запись будет, да, выложена в YouTube. Здесь еще ссылочка на YouTube добавится, можно будет там посмотреть, если что. Вот. Еще вопрос? Как-нибудь влияет эта техника на выгорание в процессе работы по уличному опыту? Да, ну, она влияет в позитивном ключе на процесс, на процесс разработки. А вот выгорание, если ты долго зависаешь в одном проекте, это, наверное, ну, это не касается, потому что это же, ну, просто человек устает делать одно и то же что-то. Ты об этом, да? Ну, с одной стороны, эта техника в какой-то степени упрощает разработку, а с другой сделает ее более монотонной, более рутиной. Да нет, это такой фан. Это для… Ну, просто сидишь и раз там, это заработало, прекрасно. И вот, то есть, это такой, ну, постоянный процесс из маленьких, небольших радостей. То есть, твой рабочий день состоится из небольших радостей, когда у тебя проходят новые тесты, и у тебя что-то еще начинает, ну, начинает заново работать. В противоположность к обычному процессу, когда ты сидишь, разрабатываешь там, и что-то там передумал, переделал, и у тебя вот этот… Потом это большое что-то такое, ты пишешь, ну, буду тебя тестировать. И начали… И понеслось, да. Вот здесь больше стресса, мне кажется, вот в этом процессе. А результат, ну, по-моему, такой же получается, что, ну, а тестирована или готова функциональность? Ну, кстати, мне кажется, это психологически такой хороший трюк, такое зримое подкрепление для разработчика, когда он увидит, что было три теста зеленых, а к концу дня их там стало 15 тестов зеленых. Да, да, согласен, да, это добавляет приятности. Потому что часто к концу дня бывает, что сложно даже вспомнить, чем занимался, что было сегодня сделано, да. То есть это отдельная задача, ну, по крайней мере для меня, именно вспомнить, что было сделано. А тут это гораздо более наглядно. Да, я об этом даже не думал. Так, вот еще вопрос. А из вашей практики кавердж какой недостаточен, но чтоб не слишком? Ну, это зависит. Вот это как раз-таки вопрос вот про насколько клиент готов вкладываться в хороший кавердж, насколько он озабочен. Ну, если эти проблемы нет, ну, не знаю, ваш собственный проект. Ну, там у нас, по-моему, был, как сказать, чек поставлен в пайплайне на 90%. То есть мы ниже 90% каверджа не должны были опускаться в коде. В новом коде, по-моему, даже 95%. Но это не доходит до какого-нибудь там тестирования геттеров? Был грешок. Тестировали геттеры, но потом это обошлось, потому что исключили просто ненужные классы, которые из геттеров, собственно, состоят. Их исключили из тестирования, ну, из репорта. И поэтому таким образом решили. А так, ну, 100% никто никогда не достигает 100% каверджа. Я не встречал еще таких людей, которые бы сказали, ну, а 100%? Ну, 93, там, 85. Там разные бывают ситуации. Кавердж это, опять-таки, не все. Это кавердж кода. Вы говорите о код кавердже, да? Да-да-да. Там же с кейсами гораздо больше. Интересная практика. Разных ситуаций может быть. А еще такой вопрос. Есть такая вот вещь, как пирамида тестов. Не знаю, из вашей практики вы ей как-то следуете, нет? Ну, что, больше юнит, меньше интегрейшн, еще меньше фанкшнл. Ну, не знаю. Ну, юнит, они вроде как самым низу, там, они самые большие там. Да-да-да. Сужается там, конечно, уже их меньше. Ну, так и происходит по факту. Это же… Это еще раз, это техника разработки через тестирование, да? То есть мы не покрываем всю эту пирамиду, да, с помощью этих наших, нашего процесса. Это мы то, как мы думаем, как мы размышляем, как мы разрабатываем. Тестирование, особенно вот интернационно, функционально, это уже за рамками этого процесса находится, это отдельные процессы. Ну что, коллеги, давайте закругляться. Там есть кофе и какие-то перекусы. Всем большое спасибо. Большое спасибо бета-тарту, в котором я работаю и с помощью которого этот состоялся процесс. Если у вас, кстати, бесчеловечный подход к человекам или вы устали от того, где вы работаете, заходите, расскажу, как все у нас. Мне очень нравится, как у нас все устроено. Так что… Не нравится. Но я искренне это делаю. Мне за это не платят. Вообще ничего. Я никаких бенефитов не жду от этого. Я просто искренне это говорю. Так и есть. А кому надо, тот услышал, а кому не надо, пропустил ему уши. Все, коллеги, закругляемся тогда. Всем спасибо. Мне очень было приятно, что вы дошли. Надеюсь, что это будет вам полезно в практике. Спасибо.